Всем привет, с вами Мосс. В комментариях к последним видео вы, ребят, просили, во-первых, сделать сборочки чутка подороже, всё же уже многие выросли из бюджеток, а во-вторых, добавить, как в старые добрые времена, в обзоры немного геймплея. Я вас услышал и более того, команда, о которой сегодня пойдёт речь, собиралась не ради какого-то там теста, научного эксперимента, а для себя любимого, для первой викинг лиги, в общем, сами понимаете, какие надежды возлагались на этих бойцов. Ну а спонсором этого ролика является самый надежный букмекер в России, 1xBet. Высокие коэффициенты, быстрые выплаты и огромный выбор спортивных и киберспортивных дисциплин. А если вы новый пользователь, то при регистрации по моему промокоду MOZE вы получите бонус к первому депо до 6500 рублей, поэтому обязательно переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь, собирайте ништяки, ну а теперь приятного просмотра. Дело было вечером, делать было есть чего, но Вэлка стремительно приближалась. Вдоволь натестировав бюджетных бестов по лигам, пришло время собрать себе любимому способный коллектив. Ах, Тунг, не все позиции в этом капустнике идеальны, но правило диктовал бюджет, до 300 тысяч монет, ну и личные предпочтения тоже. Сомнительная формация выбрана из соображений сыгранности, и по ходу матча, разумеется, будет меняться. Равнодушно пройти мимо гиперлинка Кимпембе Рабьо не получилось, больно мне эти ребята зашли. Отсюда нарисовался и треугольничек из ПСЖ. Да-да, вспоминая 18-ю Фифу, черви сомнений грызли карточку Буфона, а он бац и оказался вполне себе надежным. Рост есть, парочка трейтов тоже, цифры годные, в общем можно брать. Фланги в Бонапартовской лиге, как вы знаете, с глаз долой и сердце вон, слева было решено не мелочиться. Пожертвовав почку, ставим еще один имбовый гиперлинк, который будет актуален целую вечность. Сандра Дуглас. Да, они вдвоем обошлись дороже, чем вся остальная Тима, но тут, как говорится, покупка на вырост. Справа можно было по аналогии взять Уокера и Стерлинга, но совсем без почек жить грустно. Из недорогого, зеленый линк техничных и быстрых португальцев, наверное, самый разумный выбор. Ну а нападение, привет бюджетным бестам из Испании. На ЦАПах, чисто ради сыгранности, стоят фактически ЦОП и ЦП. Портей и Сауль, соответственно. Бойцы проверенные, годные и за умеренный прайс. Хотя по настроению вместо Томаса есть тема взять Кэндекбию, заодно гибридиться проще было бы. Ну и ФРВ, великий и ужасный иньяки. Бен Йедер, Родриго, тоже опции знатные. Кто ищет более юрких и техничных забивак, берите на просмотр. На баночке у меня присели два халявных синяка, Мюллер и Лозанна. Остальные сидушки на скамейке занял российско-французский фитнес-тим. В экстренных случаях, экстра-таймах, приходилось дергать Ндомбелей или Саню, они меняли подыхавшего от усталости Робьё. По меркам ВЛ, тем более первый, где все донатеры и сочувствующие катают, как в последний раз, не считая прекрасного дуо слева, составчик скромный. А насколько годный, давайте смотреть. Как в старые добрые, под добрый комян старого, разберем пару веселых матчей минувшей ВЛки. Друзья, если не хватает золотишка на паке или крутой состав, обращайтесь к Ване Мухину. Выгодный курс, быстрая доставка, а сейчас еще и действуют жирные скидки. Ссылка будет в описании ролика. Для затравки и такой сквад вполне пойдет. Чужую капусту считать не будем, но тут сопчик явно не из бедных. Ничего, и не такие спектакли заваливали. Прожимаем стрелку на неразу незащитную 4-2-3-1, и надеемся, что по ту сторону экрана сидит обеспеченный, но криволапый нубас. Как бы не так, первые 10 минут приходилось судорожно вспоминать собственные тутеры по игре в обороне. Только и успевал носиться маркинишем в самый последний миг, спасаясь от верной банки. Кое-как выстояли, и на правах дорогого импортного обстановку сначала чекает Дуглас, а спустя пару минут шустрая атака с вертушкой от Иньяки, пасом на Сауля и ударом в касание с родной левой. Немножко брейкданса и опять в оборону. Дуэт нападающих соперника еще до старта не сулил легкой жизни старения Буффи. Так оно и случилось. Развод с кик-оффа, и стоило чуть расслабить булки, получаем первый же крученый от красавчика. Досадная хрень, но ожидаемая. Беда, что дальше хуже. Элитный дуэт рвет мой дефенс, и Виере отрабатывает свой ценник. Хода бедна, едва не пропустив третий, дотягиваю до перерыва, и в раздевалке держу строгий разговор со своей ударной группировкой. Иньяки и Сауля услышали, но качество исполнения, увы и ах. Два годных навеса канули в лету. На 68-й минуте после серии стрёмных рикошетов и отскоков, Моза надо было хоронить, но Криш забыл лопату в под трибуном. Как выяснилось, напрасно. Не знаю, каким макаром в центре поля нарисовался Александра, но его тухленький лонгшот превратился в судьбоносный корнер. Разыгрываем по классике, дергаем вражину, прожимаем бежать на ближнюю, вешаем, и сеньор Уильям совершит грязные делишки. В догонку Малец освежаем состав, Мюллер и Ндомбеле заступают на службу. Всё бы ничего, но Соб не унимался. Вы же знаете, чем заканчивать с навеса на ближнюю, когда в составе есть он самый. Выдыхаем ещё разок. А далее смотрим увлекательное кино, как Дуглас, едва не забыв на полпути снаряд, сажает на пятую точку сразу четверых защитников и выводит нас вперёд. От греха подальше выбираю полуавтобусную широкую 4-2-3-1 и надеюсь, что напасть Кикоффа на этот раз минует. Джиджи на опыте, что есть дури, выносит мяч подальше, Ильяки отрабатывает как красавчик и судья таки свистит. Тяжело, жёстко, со скрипом, но выстрадали. Ну и по скиллу Сопа вопросов никаких, на ничью он, пожалуй, наиграл. Но то была ещё не самая весёлая катка. Синяки, Информы, ОТВ и Лио Настрия. Тут надо было сразу брать быка за рога. И если история с автоблоками уже никого не удивит, то вот каким макаром в этой ситуации лысый не познакомился с сеткой, одному бондарчуку известно. А дальше всё по классике. Первая более-менее сносная вражеская атака, защитники становятся прозрачными, а мяч самым непостижимым образом летит прямиком в девятину. Месси знает в этом толк. А Ильяки знает толк в корнерах. Всё по той же схеме, в той же точке. Бестяра снова оставляет защиту с носом. Пускай насладятся нижним брейком. Из вежливости и почтения Соп тоже предложил мне по достоинству оценить его празднование. Жестокий провал в обороне, и Лионель беспрепятственно катит мяч мимо Буфона. Перед перерывом надо было забивать, но Мартинш не иньякий и вешает на него затея тухлая. А вот Месси в полнейшем порядке. Нагло ограбил Кимпембе, посадил вертушкой на пятую точку Маркиниша, и сначала по-настоящему выручил Джиджи, а потом и юный француз исправил свой косяк. По старой футбольной традиции, не забивший получает результативную ответку. Удар иньяки, добивание Дугласа, и мы снова в игре. Кстати, судя по стати, так оно справедливо. Перерыв, по идее, должен был успокоить обоих, но нет. Отвратительные действия в защите заканчиваются ударом и последующим добиванием. Месси записывает на свой счет хет-трик. Не знаю, какие адские скрипты провели вратарями и отскоками в этом матче, но абсолютно по той же системе свой галешник забивает Робьё. И французу, походу, понравилось тереть кудряшки отравку. Точный обводящий удар с левой, и наши ребята уже впереди. На 68-й минуте я уже видел на табло 4-4, но Веньк свой момент откровенно запорол. На 81-й минуте нужно было снимать все вопросы и спокойно уже доигрывать матч, но мяч наотрез отказался залетать в ворота. Дальше классика жанра. В 89-й минуте из точнейшего отскока при полном попустительстве обороны экипера цветной ЕДР возвращает должок. Что ж, статистика основного времени почти равная. Проблем в другом. Замен больше нет, а добрая половина команды уже просит минералочки. Экстра таймы превратили самое настоящее в выживание. Моменты были, но где-то удары блокировались, а где-то фантастическим образом тащил Алисон. Видать, в этом матче единственно верным способом забить был какой-нибудь тупорылый отскок или рикошет. Так и вышло. Абсолютно безнадежный удар кимпэмбэ конвертировался в галаса. В концовке немного тактического фола, пара желтых карточек, и таки добываем кровью и потом эту победу. То, что бюджетный гибридит за три сотни, вполне может тягаться с лимонными донат составами, это, конечно, хорошо. А главное, что если есть голда, его можно подтянуть под мажорные стандарты. В первую очередь надо копить на ворана. Ну а чтобы он был на полной сыгранности, Семеда можно махнуть на карвахаля. Но еще лучше поставить в раму Куртуа, а справа зарядить информ Демаркоса. Впереди апгрейды тоже будут к селу. Бейл и Гризли — это лишь вопрос времени. Ну а представители кальчо слева намекают, что и Криш будет чувствовать себя здесь как дома. Но это уже другая и пока совсем не близкая история. Уверен, у многих из вас остался вопрос, а с каким в итоге счетом я закончил эту Викенд Лигу. Ну что ж, ребят, готовьте ваши лайкометы, собираем 4000 пальцев вверх, и уже завтра на канале будет подробнейший видос, где будут не только результаты, но и мои впечатления о первой Викенд Лиге, о том, что изменилось в этом режиме, по сравнению с прошлым годом, что осталось прежним, что мне нравится, что не нравится, и как вообще с этим дальше жить. В общем, рассчитываю очень на вашу активность, а если вы вдруг впервые на канале, обязательно подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий видос. Ссылки на Инсту и на мою группу ВКонтакте я по традиции оставлю в описании ролика. Всем пока, с вами был Мосс, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok